Дорогие друзья! 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 так опрашку азиатам отдали это плохая сделка у нас был с тобой секс он не стоит рижской железной дороги понимаете максимум карточка выйти из тюрьмы бесплатно этом максимум нет не настольные игры портят тусовки тусовки портят тупые люди согласны со мной тупые люди да да меня позвали на гендер пати недавно гендер пати свингер пати кинки пати да я подумал что мне позвали трахаться нет гендер пати это мероприятие где будущие родители определяют пол своего будущего ребенка вы прикиньте с каким я лицом к ним в квартиру зашел кого поздравлять эдик я беременна мы сегодня определяем мальчик или девочка охренеть и еще и беременна как тему разрешает всем этим заниматься я не понимаю короче замануха замануха давайте всю скучную херню пати называть как вам масленица панкик пати субботник сатэдэй пати похороны авто пати без баба кати я не знаю смысл мероприятия в чем пара делает узи просит не сообщать им результаты узи они берут конвертик конвертик относят кондитерскую кондитерской готовит тортик они разрезают тортик внутри синяя начинка будет мальчика розовая будет девочка трюфель ну будет вкусно не хрен было курить во время беременности правильно а я подумал прикиньте так любая медицинская процедура будет проходить врач приходит такой так мы у вас тут мазок на стафилококк взяли один ни слова больше просто запихните нам торт наши гости сожрут это подарок нужно дарить там прикиньте подарок за информацию у нас будет возможно девочку поздравлять держите вам 3000 рублей спасибо приходите завтра мы определен как у него будет любимый цвет не забудьте подарок почему я должен платить за информацию о ребенке который не в заложниках объясните мне и типа блин мы же на свадьбе у вас все решили правильно на свадьбе же есть сборы на мальчика и девочку правильно в синие ползунки собрали 1200 рублей в розовый три бычка от винстона и тарталетку надкусанную что это если не стопроцентная вероятность отцы любят гендер пати слышали новость как мужик в очередной раз не свою дочь из садика забрал слышали привел домой прикиньте не своего ребенка снял с нее шапку понял что это не его ребенок мне кажется он специально это сделал он просто пришел в садик и ему такие вам как обычно вашего ребенка куда чё то как то нет чё то последнее время вон то вон чего у вас такое это не советую это вяжет бабка забирает я не виню мужика я не виню мужика там вы были в раздевалке в детском саду даже не раздевалка это просто центрифуга ебучая какая-то из детей вещей она что-то вращается они выходят в друг друга на улицу варежки на резинке одни на двоих они идут строим ремейк фильма мальчик в полосатой пижаме я не знаю я я пришел я пришел за племянницей пришел за племянницей ко мне выходит абсолютно чужой ребенок это чистая правда она такая папа я не твой папа я потом он в какой-то момент скажет послушай меня кусок говна на ближайшие полчаса ты мой отец ты просто выведешь меня за территорию мы разбежались гендерпати я задумался прикольно гендерпати придумали я задумался что не придумывает ничего полезного на самом деле последнее время ничего полезного блин прикиньте ракетоноситель электрон может теперь быть многоразовым ракетоносителем отстегивается ступень для запуска и большим вертолетом ее всем похуй видите прикольный когда да блин так прикольно придумал в дырке на кроксах скрипышей вставить поэтому ничего не изобретает я вам говорю я говорю ньютон помните закон всемирного тяготения открыл как-то было я говорю это было так он он привел привел ученых такой как вас много ученых такой грин посмотрите смотрите 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 предметы падают и как марина мозг не не ебит предметы падают я знаю как доказать что предметы падают смотри гравитационная сила f равняется g умноженное на м1 умноженное ньютон ты такой душный с тобой так сложно то он просто сказать что любишь меня что то устраиваю я я подумал блин прикольно что ньютон был адекватным чуваком да прикольно что он был ученым если он был политологом на него упала яблоко он приходит с яблоком такой на меня упало яблоко было больно это все хохлы ебучие они мстят нам за крым или рэпер он приходит к жене такой, на меня упало яблоко, было больно, знаешь, что я понял, не важно, как ты падаешь, важно, как ты поднимаешься, отстань, это не ты придумал, это джигант придумал что-то, поэтому людям, чтобы заинтересовать людей в чем-то, приходится придумывать какие-то такие штуки, Менделееву приснилась таблица, и все такие, да, может быть, приснилась таблица, да, это очень интересно, блин, это бред, нет, тут ходишь, распинаешься, говоришь, где вы телец, идеальная совместимость, тебе говорят, Эдик, ты дебил, дева и козерок, Эдик, идеальная совместимость, что ты несешь чушь, такие с ними не снятся, кому-то из вас снилась таблица, нет, а хочется, да, нет, Менделееву не приснилась таблица, чекать, ему приснился енот, голый енот, в красном коктейльном платье, он пришел к Менделееву, и такой, Менделеев, прыгай ко мне на мотоцикл, и они едут, они поехали по шоколадной дороге в Калининград, они приезжают в Калининград, там в Калининграде высотка такая, набирают код от домофона, у Менделеева здесь на щиколотке татуировка кода от домофона, они набирают код от домофона, поднимаются, ну че, енот показывает, что тут он тебе, он такой, чш, смотри, таблица пиздатая какая, вот это сон. Последнее изобретение, которое меня зацепило, единственное, было очень прикольно, я вам расскажу, я с подругой стою, и она играет в какую-то игру, очень милая игра, там какие-то единорожки, цветочки, бабочки, такое прикольно, а че это у тебя за милая игра такая, она такая, это не игра, Эдик, это календарик месячных. Это приложение выглядело настолько мило, как будто она не реинкарнацию матки у женщины из Воронежа высчитывает, а у деснеевской принцессы, я вам говорю, которая просыпается, здравствуйте, деревушки, здравствуйте, бабочки и белочки, что это на моей белой простыне двойная радуга какая-то, вау, ничего себе, там не должно быть единорогов, нет, там должна быть сатанинская пентаграмма такая, что это за календарь ни одного православного праздника, только дни, когда прольется чья-то кровь, это отвратительно. Такую информацию нельзя хранить в телефоне, нельзя, прикиньте, хакеры же могут взломать телефон и поменять весь ваш цикл. 365 дней в году, 24 часа, просто хреначит Путин в конце, но это был тяжелый год, да, это был тяжелый год. Ладно, спасибо, что послушали, вы классная публика, пока. Субтитры создавал DimaTorzok